МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, проходят по всей стране. В Чебоксарах в рамках фестиваля детского творчества «Победы, звонкие голоса» состоялся парад, в котором приняли участие дешкалята и юно-армейцы Чебоксар. Морская пехота, кадеты, десантники. Юные участники шествия выбрали свой род войск. Впервые в этом году в параде, посвященному Дню Победы, приняли участие дошкольное учреждение Чебоксар. В течение нескольких месяцев малыши изучали строевую подготовку и воинские команды. Родители также активно принимали участие. Помогали работникам детских садов готовить военную форму. И мы гордимся, что именно с дошкольного возраста у нас начинается патриотическое воспитание. Мы патриоты своей родины, мы любим свою республику, мы любим свой город. И, конечно же, если мы не будем это закладывать именно в раннем возрасте, конечно же, о любви дальнейшей и речи не может быть. Под звуки торжественного марша прошли строевым шагом около полутора тысяч ребят. Это и дешкалята, и учащиеся учебных заведений столицы республики. Последние принимают участие в таких парадах не в первый раз. Это очень важно для меня. Это честь. Наши деды, наши прадеды воевали за нас. Это очень уважительно для нас. Мы обязаны здесь участвовать. Чем раньше человек научится уважать историю своей семьи и своей страны, тем больше у него шансов вырасти настоящим гражданином. И основы этого уважения закладываются в том числе и во время таких парадов. Эти светлые майские праздники несут огромный заряд патриотизма, нравственного духа. И эти люди будут любить свою землю, свою родину, любить своих родителей, уважать старшее поколение и помнить всегда о победе, о героизме народа в этой Великой Отечественной войне. В рамках праздничных мероприятий в Парке Победы состоялась акция «Сирень Победы». Аллею заложили волонтеры, студенты и жители столицы республики. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В Чувашии продолжают работу федеральные проекты по реконструкции детских садов и школьных спортивных залов. Средства на капитальный ремонт дошкольных учреждений скоро должен получить и Красноармейский район. Какие работы необходимо провести, оценила депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Она провела в муниципалитете целый день. Дмитрий Ковалев продолжит тему. К работникам детского сада Алена Аршинова пришла с приятными новостями. Уже в ближайшее время здесь начнется капитальный ремонт. Средства на это будут выделены из федерального бюджета, отметила депутат. Дети растут сегодня и они не будут ждать, пока взрослые построят детский сад или обновят его до современного оптимального уровня. Тем более наш детский сад очередность всегда большая, детей много. Очень хотелось бы. Рады мы за такую новость. Здание детского сада было возведено более 20 лет назад. За все это время здесь проводили только текущий ремонт. Сейчас необходимо заменить ветхие коммуникации и кровлю, а также укрепить фасад. Воспитатели говорят, что в садике не хватает игрушек и новой мебели. Мультимедийные технологии для его коллектива пока тоже остаются мечтой. Все проблемы решатся уже этим летом, отметила Алена Аршинова. Стол и стулья мы купили, а вот мебель полностью нужно обновить. Раздевалочные шкафы, спальные кровати для детей. Мы очень довольны, что вот сказали, что дополнительное финансирование будет. Встретилась депутат Государственной Думы с преподавателями и талантливыми учениками Траковской школы. Ученик 9 класса Юрий Терентьев показал гостям новый проект. Недавно он установил на крыше своего дома солнечные пластины. Молодой человек уже подсчитал экономическую выгоду. Если сам подсоединишь и все сделаешь, где-то на 10-20 тысяч будет дешевле стоить. Это батарея солнечная и намного выгоднее. Для юных талантов создадут комфортные условия. В Траковской СОЖ тоже будет проведен капитальный ремонт, подчеркнула Алена Аршинова на встрече с коллективом. Средства выделят в рамках новой программы модернизации школ. Районные власти уже начинают готовить необходимые документы для участия в проекте. По словам депутата, Чувашия всегда активно осваивает бюджетные деньги. Хочу отметить, конечно, тоже особую роль Михаила Васильевича Игнатьева и его команда, правительства, министров. Благодаря тому, что они очень быстро осваивают те субсидии, которые мы отстаиваем на федеральном уровне, мы работаем командно, мы попадаем в новые программы. То есть мы получаем больше денег на детские сады, мы получаем больше денег на спортивный зал. Хочу отметить, что мы второй раз уже вовлекли Чувашскую республику в программу по ремонту спортивных залов в сельских школах. Только на ремонт физкультурных залов в этом году республика получит более 30 миллионов рублей. В Красноармейском районе планируют модернизировать сразу две спортивные площадки. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. В Красноармейском Алена Аршинова встретилась и с ветеранами Великой Отечественной войны. На их кителях не осталось свободного места от медалей и орденов. На встрече с депутатом Государственной думы ветераны рассказали истории, о которых невозможно вспоминать и слушать без слез. Михаил Прохорович Прохоров принимал участие в форсировании Днепра, освобождал Будапешт. Иван Харитонович служил в 120-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в операции по освобождению блокадного Ленинграда. А Нестор Васильевич Васильев участвовал в Сталинградской битве. Алена Аршинова отметила, что именно на их примере сейчас необходимо воспитывать молодежь. Депутат рассказала и о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны. После встречи народная избранница вместе с ветеранами возложила цветы к монументу славы. Развитие отраслей связи информационных технологий стало темой круглого стола, прошедшего в Чебоксарах. Повсеместное внедрение информационных технологий, повышение уровня подготовки IT-специалистов, популяризация профессий – тем для дискуссий на круглом столе предостаточно. Ведь не так часто собираются вместе представители органов власти, операторы связи и руководители сотовых компаний. У всех свои проблемы и свои предложения. Есть желание разработать стратегию развития IT-отрасли, единообразовательную программу в этой сфере. Сегодня приняли участники круглого стола решение поручить правительству разработку соответствующей программы, ее поддержал глава республики. Я думаю, что в ближайшие год-два какие-то шаги в этом направлении будут сделаны, причем конкретные шаги, которые реализуют предложения, высказанные сегодня на круглом столе. На все это нужны немало деньги. Сейчас бюджет будем уточнять и на следующий уже 2016 год будем принимать, что, соответственно, Министерство информационной политики, которое мы сформировали по новой несколько лет назад, то будет главным растворительным средством. Круглый стол собрали в преддверии празднования Дня радио. Здесь же состоялось вручение наград. Наш коллега, начальник службы телеоператоров национального телевидения Андрей Спиридонов получил почетную грамоту Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Старшему редактору национального радио Валентине Беловой объявлена благодарность министра информполитики. Это вдвойне приятно, когда твою работу замечают, когда тебя благодарят. Их, конечно, хочется сказать только вперед. СМИ нужно поддерживать и радио, и телевидение, и вообще все это, потому что какая у нас простая молодежь, кто у нас школьники, какие у них проблемы, все это освещается на радио. И наша задача, конечно, работы с жителями Чувашской республики. Как отмечают в Министерстве информационной политики, развитие данной отрасли является приоритетным направлением. На ней строится вся современная экономика. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В преддверии Великого Дня Победы в столице Чувашии открылся музей истории медицины. Все экспонаты подлинные, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. Музей посетил и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Музей, посвященный подвигу медиков на войне, открылся в здании Чебоксарского Эвака госпиталя. Уникальную экспозицию от тех, кто трудился в госпиталях, возвращая к жизни и в боевой строй солдат, раненых, больных, собирали всем миром. В годы Великой Отечественной войны было очень много случаев, когда девушки, когда погибал командир, брали руки оружия и направляли свою роту на враговую. Здесь мы представим перед вами маленький интерьер. Фрагмент интерьера по научному будет. Это палата Ивака госпиталя. Ну, вот те самые окна, которые представили перед вами того периода. Ну, вот китель, представив мы перед вами здесь. Все предметы подлинные. Все это найдено в наших больницах. Фотографии, личные вещи врачей и медсестер военного времени – все это посетители могут увидеть своими глазами. Историческая реконструкция удалась. Палата для раненых, сестринский кабинет начальника Ивака госпиталя выглядит как в военное время. Через четыре дня практически будем отмечать уже 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вы это сами прекрасно знаете. Мы готовимся не только проводить, будем данный праздник в Чебоксарах, во всех наших муниципалитетах. Это тоже очень важно. 1 126 памятников, монументов воинской славы благоустраиваем, подкрашиваем. С одной единственной целью, чтобы молодое поколение, наши молодые юноши и девушки, ребятишки видели ваши ордена и медали. Почетными гостями церемонии открытия стали, конечно, медицинские работники, ветераны Великой Отечественной войны. В преддверии праздника, такого великого праздника, мне хочется, во-первых, сказать вам огромные слова благодарности за тот подвиг, который вы совершали на полях сражений, в госпиталях, когда после возвращения с войны вы трудились в наших клиниках медсестрами, врачами. И своим подвигом, своим примером учили нас. Врачи, фельдшеры, фармацевты, медицинские сестры воевали и работали ради спасения жизни. В экспозиции представлены реальные фотографии с мест боев под Москвой, Сталинградом, Ленинградом и других. Многие медики дошли до Берлина. Вместе с нашими доблестными танцами, которые сложились на жизни от нас, по полям сражения, сли и солдаты в белых халатах, медицинские работники. Я хочу поздравить вас всем 70-летием великой победы, что мы в детском городе жили до этого времени. Я хочу поздравить еще вам, чтобы жизни, здоровья и светлых, счастливых, радостных дней на всю оставшуюся жизнь. Пока в экспозиции два зала, но в планах организаторов превратить весь коридор в музей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Есть свой музей и в 40-й Чебоксарской школе. Там торжественно открыли стеллу «Никто не забыт, ничто не забыто». Она стала самым большим и значимым экспонатом музея «Сыны Отечества». Тему продолжит Мария Шоклева. Музею «Сыны Отечества» 7 лет. В нем экспонаты времен войны, добытые поисковым отрядом память, стенды, рассказывающие о ключевых битвах, а теперь еще и огромная стелла из композита. «Никто не забыт, ничто не забыто». «Снамя победы внести!» Этот красный флаг, копию знамени победы, больше месяца передавали из одного учебного заведения в другое. Но теперь знамя будет храниться здесь, на третьем этаже 40-й школы. Но и это еще не все. У стеллы будет находиться особая книга – книга памяти. Мы с помощью учеников, учителей нашей школы создали такую книгу памяти. Эта книга памяти, в ней содержится 78 фамилий наших отцов, дедов и прадедов, учителей и учеников нашей школы. Ежегодно мы планируем ко дню победы издавать, пополнять эту книгу памяти. Почетными гостями праздника стали ветераны войны. Алексей Алексеевич Яковлев знает о Сталинградской битве не по рассказам экскурсоводов. Он сам был ее участником. Заветное желание ветерана не изменилось за 70 лет. Чтобы мирное небо над Россией всегда светило на славу нашего народа. Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы подрастающее поколение знало о том, что когда-то жили люди, которые не жалели своей жизни во благо своей Родины. Некоторые даже отдали ее. Праздник продолжился в актовом зале школы. Ежегодно перед Днем Победы здесь принимают в кадеты учеников первого класса. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня наркополицейские чуваши уничтожили 25 килограммов наркотиков. Стоимость партии по ценам черного рынка превышает 25 миллионов рублей. Большая часть сожженных наркотиков – так называемые синтетические наркотики. Спайсы, гашиш, марихуана, героин. Это бывшие вещественные доказательства по 90-м уголовным делам, возбужденным в отношении 100 лиц. Переговоры по данным уголовным делам вступили в законную силу. Наркотические средства в тех случаях уничтожаются согласно решению суда. Процесс сжигания наркотиков проходил под контролем специальной комиссии, в которую вошли представители ФСКН, Министерство здравоохранения и природы Чувашии. Управление наркоконтроля по Чувашии напоминает о том, что любую информацию о сбытии наркотиков или людях, причастных к их незаконному обороту, можно сообщить по круглосуточному телефону доверия, а также с помощью обратной связи на официальном сайте управления. В апреле этого года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека составила 3402 рубля. Это тот самый случай, когда все считается до копеек. Продукты признаются социально значимыми и входят в потребительскую корзину. Ее состав был утвержден еще в январе 2013 года и будет действовать до 2018. Однако цены на товары меняются ежедневно. Меняется и стоимость корзины. В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости. Для сравнения, в странах Западной Европы эта цифра не превышает 20%. Кстати, большинство российских семей тратят на продукты питания больше половины семейного бюджета. Во вторую группу включены непродовольственные товары – одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства. И третья группа потребительской корзины состоит из услуг – коммунальных, расходов на транспорт, культурные мероприятия и прочее. Минэкономразвитие Чувашии совместно со специалистами администрации муниципальных районов проводят мониторинг цен на социально значимые товары в ежедневном режиме. Основная задача – не допустить необоснованного роста. В апреле месяце у нас цены стабилизировались, можно сказать. Конечно, есть некоторый рост на отдельные виды товаров, но на большинство товаров у нас происходит снижение цен. И некоторые остались на уровне марта месяца. Ну, на какие товары, надо сказать, что есть некоторый рост – это, конечно, у нас овощная продукция. Но рост цен на эту продукцию у нас происходит ежегодно, весной. Ну, в основном это у нас капуста, морковь, лук. Вы сами все покупатели прекрасно видите, как это происходит. Федеральное законодательство не позволяет правительству не регулировать уровень надбавок, не ограничивать уровень цен на отдельные виды товаров. Однако возможности повлиять на ситуацию все же есть. На базе Минэкономразвития создана переговорная площадка, на которую приглашаются сельхозтоваропроизводители, оптовые организации и розничные торговые сети. Зачастую учреждениям удается договориться о закупках продуктов у фермерских хозяйств и их поставке в розничные торговые сети по более низким ценам. Мы совместно с прокуратурой обследуем предприятия торговли, проверяем цены и уровень надбавки, который делается в организациях розничной торговли. На сегодняшний день мы понимаем, что большинство руководителей с пониманием относятся к данной ситуации и устанавливают цены именно на социально значимые продукты питания, а не более 20-25%. Свои правила диктует и конкуренция. Чем больше объектов и форматов торговли представлено в регионе, тем больше рынок самостоятельно регулирует цены на продукты. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Ближе к морю в детском саду номер 128 заработала гала-камера. В начале учебного года родители обратились за материальной помощью в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Спустя некоторое время соляная пещера открыла свои двери. В детском саду номер 128 разместились 23 группы. В четырех из них дети с нарушением опорно-двигательной системы. Теперь для оздоровления воспитанников детсада, кроме бассейна, физиотерапевтического комплекса с массажным кабинетом, появились соляная и тактильные комнаты. В день оздоровительной процедуры проходит 72 ребенка. Сказочная комната укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительное, иммуностимулирующее и противоаллергическое действие. На сегодняшний момент численность болеющих детей уменьшилась. Дети с удовольствием посещают галокамеру, им это очень нравится. Помимо того, что они просто находятся в галокамере, они еще и выполняют дыхательную гимнастику, что тоже непосредственно влияет на оздоровление детей и улучшает их дыхательную и нервную систему. В соляной шахте благодаря специализированному оборудованию постоянно поддерживается определенная температура, влажность воздуха. Различные ионы соли оказывают благотворное влияние на весь организм. Курс оздоровительных мероприятий составляет 10 дней. Продолжительность сеанса регулируется врачом-педиатром. Теперь за здоровье малышей и родителей могут быть спокойны. Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Национальной библиотеке продолжается республиканская акция «Литературная палитра Чувашии. 100 книг для прочтения». Название проекта говорит само за себя. Книжный конкурс состоит из трех этапов. Акция Национальной библиотеки стартовала 25 марта и завершится 1 сентября 2015 года. На первом этапе мы вместе с членами жюри, куда входят известные деятели республики, филологи, литературоведы, учителя, специалисты средств массовой информации и просто читатели, отобрали самые лучшие книги для прочтения 100 книг. Сейчас идет второй этап. Членами жюри могут стать все желающие. На сайте Национальной библиотеки открыто голосование. Здесь представлено 302 произведения. 100 книг победителей будут оцифрованы и представлены в электронной коллекции на сайте библиотеки. К этой минуте у меня все. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова